Настроение у жителей сейчас настолько тревожное, что вот этот иркутский салют в пятницу вечером во всех смыслах наделал много шума. Горожане в отдаленных районах праздничные залпы приняли за взрывы. И потом, когда узнали подробности, активно обсуждали в соцсетях, как хорошо, что все хорошо закончилось. Чего не скажешь о сегодняшних взаимоотношениях России и Турции. Накануне наша страна ввела санкции в отношении бывшего партнера. Как иркутяне отреагировали на эту новость в курсе Евгений Шоев. Тысячи километров между Иркутском и Турцией как будто и не существует. Экономические санкции против страны курортов и дубленок сегодня обсуждают все. А кто-то и вовсе уже перешел от гневных речей в социальных сетях к прямым действиям. Буквально на днях в одном из магазинов Иркутска покупатель очень бурно отреагировал, узнав, что ему пытаются продать ковер турецкого производства. Кто-то искренне считает, что так выражает свой патриотизм. Мне кажется абсолютно нормальным. Государство берет на себя ответственность за свои внешнеполитические шаги. У нас де-факто заложником оказался малый бизнес, который всю торговлю осуществлял и который стал крайним. И возможно понесет какие-то убытки. Готовятся к убыткам все, чей бизнес так или иначе связан с Турцией. Официально список запрещенных для ввоза в Россию товаров пока не объявлен. А значит к удару готовятся все и в первую очередь продавцы меховых изделий. Специалисты утверждают, что если меховые изделия все-таки запретят ввозить в Россию, то в первую очередь пострадает конечно же рядовой покупатель. А все потому, что по соотношению цена и качество аналогов турецкой продукции сейчас просто не существует. Ну и конечно стоит отметить, что на иркутском рынке меховых изделий доля турецких товаров сейчас достигает 30%. Проблемы есть уже сегодня. Отправить деньги в Турцию за новую партию товара сейчас практически невозможно. Некоторые банки приостановили переводы средств в республику. Огромные проблемы ожидают и рынок турецких сладостей. Ежедневно в Иркутске продается несколько сотен килограммов джезелье и лукумов. Спрос постоянный. Очень хорошо разбирают. Какая ситуация, значит Турция не повлияла на нашу продукцию. Что больше всего берут? Джезелье берут, рулетики очень хорошо разбирают. То есть иркутяне сладости любят очень и очень сильно? Они не только их любят, они их обожают. Придется ли ограничивать себя в сладостях, станет известно уже на днях. Сейчас в российском правительстве готовят список санкционных продуктов. И вероятность того, что в нем окажутся как лукумы, так и дубленки, невероятно высока. Евгений Шоев, Сергей Полянский. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова